Для счастливых обладателей Сеги, Денди или Супер Нинтендо приготовил новую порцию видеоразвлечений в 18.40. Привет, фанаты видеоигр! Мы рады встрече с вами! Сегодня мы расскажем о новых картриджах и новых играх. А это значит, что вы отлично проведете время в мире, Денди, вместе с нами. I love you and it feels so good. Семен, куда это ты собрался? Я отправляюсь на остров Головорезов искать сокровища. А есть со мной? Еще бы. Ну что, поднять паруса? По бим-бом-брамселям! Если ты в своих мечтах хотел оказаться на месте отважного капитана Блада или главного героя острова Сокровищ Джима Хокинса, картридж с игрой Остров Головорезов исполнит эти мечты. Для этого просто возьми в руки джойстик, нажми кнопку старт, и перед тобой откроется мир необыкновенных приключений, выпавших на доле двух главных героев игры – женщины-корсара Морган Адамас и ее боевого товарища Вильяма Шоу. Морган и Вильям вступили в борьбу за обладание пиратским кладом, а их главный соперник – злой губернатор Ямайкин, который владеет картой Острова Головорезов. На ней указано место, где спрятано сокровище. Губернатор очень хитер и коварен. Он разделил карту на несколько частей между своими верными слугами, каждый из которых сильный и опасный боец. Победив их всех, Морган и Вильям смогут собрать карту и отправиться на поиски клада. После победы над первым обладателем части карты мы выходим на следующий уровень. Пройти его не так сложно. Нужно избегать толкновений с камнями, деревьями и молотобойцами. Ну а если ты наткнешься на такое препятствие, тележка остановится и придется начинать все сначала. Причем Морган и Вильям теряют одну жизнь. Также не мешает сбивать стражников в красных мундирах, уже знакомых по первому уровню. Это дает дополнительные очки. После гонок на тележке мы попадаем на улицы города. Сейчас Морган взяла лежащую на мостовой бомбу и подорвала на ней одного из противников. О врагах этого уровня отдельный разговор. Они гораздо опаснее обычных стражников, более подвижные и ловкие. А вот и те самые молотобойцы, которых мы старательно объезжали на втором уровне. Удар их молота забирает почти треть здоровья, а их толстая кожа гораздо крепче вашей. Придется и срядно потрудиться, чтобы убить такого здоровяка. Морган и Вильямс могут переходить на параллельные улицы, а также заходить в попадающиеся на пути дома. В таких местах вы можете найти что-нибудь полезное. Дополнительное оружие или, например, бутылочку с лечебной жидкостью. Но вы даже не надеетесь, что они будут просто валяться и ждать, когда их подберут. Чтобы завладеть ими, вам придется выдержать трудный бой с многочисленными противниками. Пока они не будут все уничтожены, входная дверь останется закрытой. В верхней части экрана расположены индикаторы здоровья Моргана и Вильямса. Цифры над ними – количество набранных очков в процессе игры. Цифра слева от графика – количество оставшихся жизней. Морган и Вильямс – очень опытные бойцы. Помимо базовых ударов, они могут бить в прыжке ногой или рапирой, или уколоть противников после кульбита через голову. Также есть несколько комбинаций клавиш, позволяющие проводить необычные приемы. Например, удар соперника плечом с небольшого разбега. Эти комбинации не очень сложные, и вы их, я надеюсь, найдете без всякого труда. Чтобы найти пиратские сокровища, вам придется пройти целых 9 уровней, каждый из которых имеет свои загадки и полон самых неожиданных приключений. Это поединки с врагами на крыше несущегося с огромной скоростью дилежанца, стычки с пиратами на борту корабля «Утренняя звезда», битва с дикими хищниками острова Головореза и последнее сражение в пещере сокровищ. А вот и кульминация третьего уровня. После боя в пиратской таверне мы встретились с самим губернатором Ямайки. Он не так глуп, чтобы ввязаться в драку. Губернатор по-подлому спрятался за спины двух своих верных слуг. Вот это уж точно настоящие костоломы. Победа над первым дорого стоила. Морган пала смертью храбрых, так и не увидев желанные россыпи золотых пиастров и дублонок. Вильяму придется идти дальше одному, навстречу множеству боев и приключений в удивительном мире игры «Остров Головорезов». Ну что, надеюсь, что после знакомства с этой игрой у вас пропало желание прятать деньги в сундуке или зарывать их в землю? Уж очень это ненадежно. Лучше потратить их на что-нибудь полезное. Например, купить картридж с игрой «Остров Головорезов». Если ты в душе настоящий рокер... И скорость для тебя превыше всего. Если ты любишь и ценишь холодное оружие... Если ты достаточно смел для того, чтобы вступить в неравную схватку на бескрайних просторах дорог... Картридж с игрой «Роудрэш» создан специально для тебя. Даже те, кто ни разу не сталкивался с играми серии «Роудрэш», уже, наверное, догадались, что ее третья часть представляет собой имитатор мото-гонок с возможностью применения различного оружия. По сравнению со второй частью, не произошло никаких принципиальных изменений. Схема игры осталась прежней. Появились новые виды вооружения. Увеличилось количество трасс, а сами гонки стали более сложными и жестокими. Игра состоит из нескольких уровней. На каждом из них вам предстоит пройти квалификацию на пяти трассах. Для этого нужно финишировать гонку, попав в число трех победителей. После финиша вы получаете денежный приз. Его размер соответствует занятому месту. Количество имеющихся в вашем распоряжении денег – основной показатель проявленного мастерства. Их можно истратить на улучшение своего мотоцикла или на покупку нового. Чтобы вы были в курсе масштаба цен, приведу такой пример. На первом уровне приз за первое место – 1000 долларов, на втором – 2000. А самый дорогой мотоцикл, выставленный в магазине, стоит 40 тысяч. В самом начале игры ваш капитал невелик – всего 1000. Но даже на эти деньги можно сделать пару полезных вещей. Во-первых, поставить новый двигатель на свой мотоцикл. Это позволит увеличить скорость на 3 мили в час. А во-вторых, купить новую резину, улучшающую сцепление с дорогой. Гонки проходят не по специальным трассам, а по шоссейным дорогам разных стран мира. Поэтому будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам. Вы можете столкнуться со встречными автомобилями или с переходящими через дорогу с животными. Надо сказать, что столкновение с коровой не менее опасно, чем столкновение с машиной. Как мы уже говорили, выбор вооружения очень разнообразен. Это цепи, железные дубины, тяжелые монтировки. Применять их на более высоком уровне игры приходится чуть ли не постоянно. Иначе соперники, которые чем дальше, тем агрессивнее, забьют вас до смерти. Думать о непротивлении и злу насилии не приходится. Кто первый ударил, тот и прав. Итак, в тяжелой борьбе я выхожу на второе место. И на полной скорости несусь к победе. Хотя второе место это не первое, но до конца трассы еще много времени, и я успею догнать и обогнать лидера. Приз в тысячу долларов уже почти в моих руках. Ух ты, какая неудача! Столкнулся со встречной машиной. Я совершенно забыл, что эта трасса находится в Англии. А там левосторонние движения. Между прочим, как и в Австралии. В итоге я занял скромное пятое место. Зато следующая трасса, я чувствую, принесет мне удачу. Она проходит по Бразилии. И по обеим сторонам шоссе просилаются прекрасные тропические пейзажи. Эх, давно я не испытывал такого азарта. На мой взгляд, это одна из лучших гоночных игр, сделанных на игровой приставке Sega. Я уверен, что все ее владельцы не пожалеют, если купят себе этот картридж. По крайней мере, игра менее опасна для здоровья, чем настоящий гоночный мотоцикл. Ну вот, мне опять не повезло. Эти машины просто сговорились. Помните, мотоцикл не железная наковальня. Все падения и столкновения сильно повреждают вашего железного друга. Я уверен, эта игра получит большую популярность. Не зря говорят, какой русский не любит быстрые езды. Много сил придется потратить для того, чтобы прийти первым. А в награду тебе достанется слава лучшего байкера. Журнал «Денди. Новая реальность. Путеводитель по играм». Это как большая энциклопедия, где важен каждый том. Ведь ты не знаешь, какой картридж ты купишь завтра. Четыре тома у меня уже есть. Не приходилось ли тебе слышать о малиновом джихаде, мальчик? Еще бы. Ведь это о нем говорится в фильме «Правдивая лодка». Правильно. Но теперь у любителей видеоигр появилась возможность вступить в борьбу с терроризмом. Это как же? Купив картридж «Трулайз». Я уверен, что большинство из вас знает и любит прекрасный фильм «Правдивая ложь», главную роль в котором сыграл знаменитый актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер. Теперь вам предстоит испытать на себе, что значит быть секретным агентом сектора Омега. Последней линии обороны. Итак, в борьбу с малиновым джихадом и их безумным предводителем Абу Азиза вступает секретный агент Гарри Таскер. Конечно же, в вашем лице. Действие первого уровня фильма, ой, извините, игры, происходит в замке арабского миллионера Джамала Халеда, союзника террористов. Гарри предстоит добраться до его офиса, расположенного в центре замка, и подсоединить к находящемуся там компьютеру модем. Для успешного выполнения этой задачи вам предстоит отыскать электронную карту, ключ к дверям офиса, ну и, конечно же, расправиться со всеми охранниками. В начале игры у Гарри один только пистолет, но уже на первом уровне вы можете вооружиться буквально до зубов, отыскав в многочисленных комнатах автомат УЗИ, бомбовое ружье и ручные гранаты. Вот интересно, будет ли Гарри танцевать танго? Что-то я никак не увижу достойной партнерши. Хотя, с другой стороны, какой еще танго? Ноги надо уносить отсюда, пока цел. Модем, наконец-то, подсоединен, и Гарри может уходить из замка. Конечно же, через парадные ворота. Согласен, что это глупо, но зато достаточно храбро. Теперь мы попадаем в заснеженный лес, через который нужно пройти, чтобы попасть на место встречи с остальными членами шпионской группы. Как видите, игра практически со стопроцентной точностью повторяет одноименный фильм. Если вы вдруг попадете в тупик, ставьте в видеомомитофон кассету с фильмом, вдруг поможет. Итак, Сектор Омега ждет своих героев. Теперь ты знаешь, что такое Сектор Омега. Это последняя линия обороны. Это правда. Это не ложь. Теперь я решил вести здоровый образ жизни. Каждое утро бегают русцой. А маршрут моих пробежек лежит через фирменные магазины Дэнди. Красная Пресня 34, Петровка 12 и переход метро Театральная ГУМ. Наконец-то пришло время настоящего магического приключения. Любители ролевых игр получили великолепный подарок. Эта красочная и увлекательная игра доставит вам массу удовольствия. Но все по порядку. На протяжении многих тысячелетий Земля была главной ареной непримиримой войны добра и зла, света и тьмы. Главным оружием сил зла в этой войне была радиоактивная комета, раз в 800 лет пересекающая орбиту Земли. Каждое приближение кометы вызывало ужасную катастрофу, в огне которой гибли прекрасные города и великие цивилизации. А ее радиоактивное излучение превращало людей и животных в страшных монстров, пополняя тем самым армии тьмы. Эти чудовища под покровом ночи нападали на людей, убивали и грабили. Местом своего обитания они выбрали древние руины, в которых хранились несметные сокровища, а самое главное, остатки оккультной мудрости ушедших цивилизаций. Но никаким чудовищам не под силу остановить развитие человека. Наступила эпоха нового возрождения, эпоха великих открытий и путешествий. Смелые люди бросали вызов нечисти и собирали крохи древней мудрости. Один из таких людей по имени Олман организовал экспедицию в мистическую башню, в которой должен был находиться ключ к уничтожению кометы. К сожалению, экспедиция потерпела неудачу. Олман и все члены его группы пропали. Единственный, кто вернулся в родной дом, был маленький сын Олмана, Уилл. После пережитых кошмаров он потерял память и не помнил ничего, связанного с экспедицией. Уилл и есть главный герой игры. Ему предстоит разузнать судьбу потерянного отца, добраться до мистической башни и предотвратить опасность, связанную с очередным приближением кометы. На протяжении игры Уилл не раз придется столкнуться лицом к лицу с разными врагами, порождениями радиоактивной кометы. К счастью, Уилл не так уж прост, как может показаться на первый взгляд. Этот хрупкий ребенок обладает огромной духовной силой, позволяющей ему использовать разные магические приемы. Один из них — превращение в рыцаря. Для этого Уилл должен пройти через зеркало в специальную область — Dark Space — и подойти к статуе воина, вооруженного мечом. В этой области также можно сохранить текущие результаты игры. На месте поверженных Уиллом врагов всегда остаются круглые камни, с мерцающим внутри красным огоньком. Сотня таких камней дает одну дополнительную жизнь. И тогда, если вдруг Уилл погибает, вам не придется возвращаться назад к моменту сохранения результата. Иногда на месте убитых врагов остается изображение сердца, меча или щита. Сердце увеличивает жизненную энергию героя, меч — его силу, а щит повышает уровень защиты. Кроме этих бонусов, Уилл может найти другие предметы, каждый из которых имеет большое значение. Зеленый лист устанавливает здоровье, ключ откроет запертой дверь. Ну а самым важным считаются красные драгоценные камни. Надо сказать, что игра получилась необычайно красивой. А настоящие ценители ролевых игр просто задохнутся от восторга. Помните, только смелым и сильным духом по силам справиться с тяжелой миссией, имя которой — Иллюзия Времени. I love you and it feels so good. Что-то давно я не ел черепахового супу. Я не думаю, что это хорошая идея. Почему? Ты узнаешь об этом, поиграв в игру «Tartles Repay»? Сказать что-либо об истории игры «Tartles Repay» очень сложно. Для этого нужно выучить китайский язык. Однако история сопровождается картинками, которые объясняют происходящее. Я понял все так. Однажды, погожим летним деньком, маленький мальчик, гуляющий на берегу океана, нашел большую морскую черепаху, умирающую в клешнях огромного краба. Это ужасное зрелище пробудило в ребенке удивительные способности. Секунда — и краб растворился в вспышке алого пламени. Черепаха оказалась тоже необычным существом под стать своему спасителю. Благодарность она подарила мальчику супер-скафандр. Второй же частью черепашьего подарка стало необычное приключение. Таким образом, маленький мальчик оказался лицом к лицу со множеством смертельных опасностей. Ну а сейчас самое время сказать несколько слов об основных принципах игры. Управление героем очень простое. Вперед-назад, прыжок, приседания и клавиши выстрела. Обратите внимание на попадающиеся на пути бонусы. Они имеют вид маленьких и больших квадратиков с буквой Е. Иногда они возникают на месте убитых врагов. Эти бонусы очень важны, так как они являются платежным средством в черепашьем мире. На них можно купить магические способности, восстановить жизнь и многое другое. Подобную сделку можно заключить в многочисленных пещерах и гротах, которые встречаются на каждом уровне игры. Также не забывайте про квадраты с буквой Л. Они восстанавливают жизнь героя. Выход с каждого уровня охраняет омерзительные монстры. Один страшнее другого. Победить такое чудовище очень сложно. Но верная черепаха не бросит в беде своего друга. Потому-то игра и называется Тартлс Репей. Ну что здесь скажешь? У меня нет слов. А что у тебя вместо слов? Одни черепахи. Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов. Настоящая революция видеоигр. Супер Нинтендо. Это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах Дэнди по всей стране. Совершенно игровая система. Супер Нинтендо. И это все новости на сегодня. Счастливо. А все-таки немного грустно. Ну, прощаться всегда грустно. Но тем радостнее будет наша новая встреча. Ровно через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok